Строительство детских садов это одно из приоритетных направлений работы городской власти. С недостатком мест боролись и несколько лет. В конце 2015 очередь практически ликвидировали. За год в областном центре появилось более 800 мест для дошколят. Он вам засвистел и поднял жезл. Вы вот сюда сворачиваете, вот сюда разворачиваетесь, и он с вами разговаривает. В Саратове отремонтировали 7 детских садов. Еще два возвели с нуля и скоро их откроют. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, строительство и реконструкция дошкольных учреждений будет продолжаться. Даже исходя из тех экономических трудностей, тех проблем, которые сегодня у нас в регионе есть, в городе, в стране в целом, все равно одно из важнейших направлений это воспитание молодого поколения подрастающего. Потому что сюда мы практически бросаем все те ресурсы, которые у нас есть для того, чтобы создать все необходимые условия для воспитания детей. Это еще один подарок Саратову от городской власти. Аллея Рост теперь по праву носит такое название. Весной здесь демонтировали несанкционированный рынок. Такое решение вынес суд. Тяжба продолжалась много лет. Точку поставили только благодаря настойчивости главы города. Было принято решение нам сделать побольше зон отдыха и, в общем-то, засадить ее, значит, зелеными насаждениями и, как в старые времена, добрые, сделать аллею Рост. Поэтому, я думаю, сейчас необходимые средства мы бежать и заложим и, в общем-то, будем реализовать этот проект. Сквер между цирком и крытым рынком разбили в 30-х годах прошлого века, а чуть позже построили кинотеатр. В 90-е годы одному из бизнесменов отдали этот участок якобы для озеленения и благоустройства. В итоге на месте сквера появился рынок. В центре Саратова прочно обосновались белье и колготки. Ну, вообще парк, конечно, лучше с детьми погулять. Тут вообще пешеходная зона, как бы она здесь, самое место ему. Когда-то он здесь был, да. Мы тут гуляли с своими детьми, а теперь с внуками уже нет. У нас детей много. Каждый ребенок хочет гулять по зеленому парку с красивыми горками. Поэтому я считаю, что нужно лучше, конечно, парк сделать и убрать все эти ларьки. Конечно, очень хочется, чтобы в центре было красиво. Рынков у нас и так хватает. Новые зоны отдыха в уходящем году появились не только в центре города. Фигуры мультипликационных героев, новые лавочки, красочные клумбы. Так теперь выглядит площадка за администрацией Ленинского района. А на улице Астраханская появился сквер железнодорожников. В 2016-м благоустройство Саратовских парков будет продолжаться. Динара Гусальева, Олег Буланов. Новости. Телебъектив.